На сегодняшний день игровая индустрия является одной из самых прибыльных и быстро развивающихся отраслей. С каждым годом все больше и больше различных компаний, как крупных, так и мелких, стараются отхватить кусочек побольше. Разумеется, в условиях жесткой конкуренции не так-то просто честно получать большую прибыль, избегая крупных скандалов и спорных ситуаций. Каждая компания рано или поздно сталкивается с выбором между прибылью и чистой репутацией. Сегодня мы расскажем вам о крупнейшей компании в игровой индустрии, игры которой ежегодно ждут миллионы игроков по всему миру. Это история Electronic Arts. История, знакомая каждому игроку компании, началась в далеком 1982 году. В один холодный зимний вечер молодой сотрудник тогда еще небольшой фирмы Apple Трип Хокинс получил приглашение на встречу с представителем крупного предприятия Sequoia Capital Доном Валентайном. Дон убедил молодого сотрудника Apple покинуть фирму и основать собственное предприятие в одном из пустующих офисов Sequoia Capital. 28 мая Трип Хокинс основал компанию Electronic Arts. В середине 80-х компания заключила первый договор с производителем самых популярных на то время компьютеров компании Commodore International. Первым результатом их сотрудничества была программа для рисования под названием Deluxe Paint в 1985 году. На протяжении нескольких лет из-под пера EA были выпущены такие программы как Music Construction Set, Deluxe Paint Animation и Instant Music. В 1988 году компания впервые издала видеоигру FA Interceptor, эксклюзивно для компьютеров Amiga. Спустя несколько месяцев при поддержке EA в свет выходит культовая постапокалиптическая ролевая игра Wasteland. Практически вслед за этим компания издала симулятор бога под названием Populous, за авторством еще неизвестного на тот момент геймдизайнера и главного вруна игровой индустрии Питера Молинье. Начало 90-х годов ознаменовалось для Electronic Arts плодотворным сотрудничеством с таким гигантом игровой индустрии, как Nintendo. На заре популярности EA Трип Хокинс неожиданно объявил о своем уходе. Основатель Electronic Arts решил двигаться дальше и вложил все силы в новую компанию Фриди О. В это самое время Electronic Arts медленно, но уверенно начали превращаться в одного из самых крупных издателей видеоигр на американском рынке. В их послужном списке уже имелись такие хитовые серии, как Viking Commander, The Bird's Tail и Madden NFL. В 1993 году одна из самых крупных внутренних студий под названием Electronic Arts Sports Network была реорганизована и переименована в EA Sports. Вскоре ее силами создается спортивный симулятор FIFA, колоссальная популярность которого повлияла на всю будущую деятельность компании. Ежегодный выпуск спортивных симуляторов способствовал увеличению прибыли и популярности компании. Таким образом, высокий доход от ежегодных спортсимов позволил EA регулярно пополнять список издаваемых игр. В 1995 году компания победила в номинации «Лучший издатель года». К концу 90-х EA уверенно входит в число крупнейших издателей не только на американском, но и европейском рынке. Помимо линейки успешных спортивных симуляторов под покровительством компании выходят такие крупные серии, как Dungeon Keeper, Ultima, Command & Conquer, Need for Speed, SimCity, а также Medal of Honor. В 1999 году логотип компании, состоящий из основных знаков графического дизайна, куба, шара и тетрайдера, был заменен на доработанный вариант логотипа внутренней студии компании EA Sports. Так Electronic Arts обзавелись известным каждому игроку планеты Лого, состоящим из букв EA. В начале 2000-х центральный офис компании переместили в Redwood Shores в Калифорнии. Место генерального директора занял вице-президент компании Ларри Пробст. Список издаваемых компанией игр пополнился такими известными сериями, как The Sims, American McGee Alice и играми по мотивам фильмов про Джеймса Бонда, а также серии шутеров от первого лица, созданных внутренним подразделением EA Battlefield. Однако с ростом популярности компании росли и проблемы. В 2004 году на Electronic Arts обрушился шквал критики из-за жестких условий работы внутри компании. Многие сотрудники проводили за работой более сотни часов в неделю без какого-либо намека на выходные и отпуска. В ходе судебных разбирательств разгневанные сотрудники смогли отсудить у компании более 16 миллионов долларов. Чтобы избежать подобных инцидентов в будущем, EA пришлось перейти на систему почасовой оплаты труда штатных сотрудников, которая сохранилась и по сей день. Проблем добавили конкуренты из компании Sega. В 2004 году их игра NFL 2K5 полностью захватила рынок, растоптав серию Madden NFL ATA. Это привело к тому, что в 2005 году Electronic Arts приобрели эксклюзивные права на производство видеоигр, содержащих контент Национальной футбольной лиги и медиа-сети ACPN, практически установив монополию на рынке спортсимов, посвященных американскому футболу. В 2006 году на компанию вновь обрушилась волна негодования, но на этот раз уже в лице игроков. Качество игр от Electronic Arts с каждым годом становилось все хуже и хуже, а ежегодные спортивные симуляторы с минимумом нововведений приелись даже самым преданным фанатам. Пока известные аналитики и журналисты составляли кривые падения средних оценок игр от EA и делали неутешительные прогнозы, сотрудники компании по заявлению самих EA бросили все силы на создание совершенно нового качественного будущего в видеоигровой индустрии. В 2007 году пост генерального директора занял Джон Ричителло. Первым делом Джон взялся за реорганизацию компании таким образом, чтобы предоставить внутренним студиям большую свободу в творческом плане. Прошлая политика компании, при которой она поглощала мелкие студии, лишая тех какой-либо самостоятельности, была признана ошибочной. Первым результатом смены курса компании стал вышедший в 2008 году космический хоррор Dead Space, приятно удививший геймеров всей планеты, которые уж никак не ожидали такой жестокой игры от компаний, специализирующейся на всяких симсах и спортивных симуляторах. Вслед за приключениями инженера Айзека Кларка последовала не менее оригинальная Mirror's Edge. Любители ролевых игр также не обошли вниманием. Компьютер наконец-то посетил прошлогодний консольный эксклюзив Mass Effect, мгновенно ставший объектом пристального внимания со стороны как игроков, так и противников видеоигр. Известная космическая опера стала одной из первых взрослых игр со сценами весьма откровенного характера, которые еще долго были бельмом в глазу для политиков и прочих защитников морали. Не обошлось и без громких скандалов. Вышедшая в сентябре 2008 года игра Spore буквально заставила взорваться от негодования все игровое сообщество. Бессмысленная и беспощадная система DRM-защиты, которая позволяла устанавливать игру не более трех раз, должна была насолить пиратам. Однако в итоге все получилось наоборот. Пираты взломали защиту в считанные дни, а владельцам лицензионных копий ничего не оставалось, как строчить EA гневные письма с просьбой еще раз активировать купленную ими за немалые деньги игру. Electronic Arts одумались и в следующей своей игре стратегии Red Alert 3 увеличили количество установок до пяти, тем самым взбесив игроков еще больше. Впоследствии компания признала свои ошибки и отказалась от бессмысленной DRM-защиты. Как многие и предполагали, совсем скоро EA превратится в корпорацию зла по мнению многих игроков и ведущих игровых изданий по всему миру. Из-за экономического кризиса компания сократила более 11% рабочих мест и закрыла около 12 внутренних подразделений. За неполный год корпорация по заявлению Джона Ричителла потеряла около 600 миллионов долларов. Вскоре корпорация стала участником нескольких крупных скандалов. Первыми из них были разбирательства по поводу монополизации рынка спортивных симуляторов, которые тянулись за EA почти с 2007 года. Второй скандал вызвала спорная рекламная кампания космического хоррора Dead Space 2, в ходе которой был показан трейлер с реакцией взрослых женщин на некоторые жестокие сцены из игры, носившие название «Твоя мама ненавидит Dead Space 2». В это же время активизировались представители ЛГБТ-сообщества, обвинявших игры Electronic Arts в нетерпимости к представителям нетрадиционной ориентации. Следствием этих обвинений стало повальное появление этих самых представителей в будущих играх EA. Больше всего от этого пострадала Dragon Age 2. В 2012 и 2013 годах EA дважды заслужила звание худшей компании в Америке. Спорная концовка Mass Effect 3, наличие микротранзакций в Dead Space 3 и катастрофический старт перезапуска серии Сим-Сити стали катализаторами всеобщей ненависти к Electronic Arts. Многие игроки планеты также повально начали обвинять EA в специальном сливе таких некогда громких тайтлов, как Command & Conquer, Medal of Honor и Ultima, являющихся следствием политики поглощения. Впрочем, корпорация с достоинством выдержала весь шквал критики и встала на путь исправления. Место генерального директора вскоре занял Эндрю Уилсон. В 2013 году была проведена реорганизация, в ходе которой было сокращено около 10% рабочих мест, а уволенным сотрудникам была предложена работа в более крупных студиях. В апреле было объявлено о скором закрытии нескольких фри-то-плей проектов, среди которых были Battlefield Heroes, Need for Speed World и FIFA World. В мае 2013 года был заключен совместный контракт со студией Disney на производство игр по вселенной «Звездных войн» вплоть до 2013 года, первым результатом которого стал громкий релиз Star Wars Battlefront. Сейчас же компания сосредоточилась на программе поддержки инди-игр и уже успела порадовать многих игроков замечательным платформером Unravel. Совсем скоро на суд общественности выкатят сразу два громких релиза – Battlefield 1 и Titanfall 2. Таков был путь Electronic Arts от рискованной идеи молодого работника Apple до крупнейшей корпорации в видеоигровой индустрии, которая умудрилась дважды стать худшей компанией Америки, но при этом все равно суметь ежегодно радовать миллионы игроков по всему миру. Можно по-разному относиться как к самой корпорации, так и к ее деятельности, но отрицать ее гигантское влияние на всю игровую индустрию попросту невозможно. На этом наша краткая история становления Electronic Arts подходит к завершению. Конечно же многие из скандалов остались за кадром, будь то махинации с рейтингом провальной мобильной игры Dungeon Keeper или извечная война с Activision. Однако об этом возможно в следующий раз. Не забудьте поддержать видео пальцем вверх, а также написать в комментариях, какую историю крупной компании или студии хотели бы увидеть в следующем ролике. С вами был Лестер, канал IGN, любите и играйте только в хорошие игры. Не слушайте хейтеров, до новых встреч, пока! Субтитры создавал DimaTorzok